Здравствуйте, уважаемые шашисты! Решил сегодня проехаться по Балатовскому парку. В Перми стоит замечательная погода, ярко светит солнышко, щебечут птички в лесу, небо голубое, тополя, березки. Знаете, решил проехаться на своем железном коне по парку. Вот мой велик прокатился по парку, подышал воздухом, подкачал мышцы ног. Всем рекомендую заниматься ездой на велосипеде, бегом и просто пешими прогулками. В парке сделали небольшую библиотеку даже. Вот книги есть, каждый желающий может почитать небольшой павильончик. Уважаемые посетители Черняевского леса, вы в лесной библиотеке, и вы здесь желанные гости. Конечно, для книг довольно-таки плохо, то, что зимой, ну и весной, осенью сырость негативно влияет на их качество. Ну и летом, конечно, жара, но тем не менее, друзья, можете прийти в парк, почитать книжки в лесной библиотеке. Также, друзья, в парке есть различные качели, турники, спортивные тренажеры, какие-то небольшие развлечения для детей. Ну, аттракционы также есть, вот есть несколько демонстрационных, вот доска демонстрационная, и есть несколько столов для игры в шашки и в шахматы. Только, к сожалению, шахматы, конечно, кто-то стырил. Ничего оставлять нельзя без присмотра. Друзья, вчера играл в турнире Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ, и запомнилась одна партия закончившейся комбинации. Хочу вам показать ее. Занял в турнире второе место, можете поздравить меня. Ну, в принципе, неплохой состав был, и я доволен своим результатом. Правда, мог занять, конечно, и первое место, но это ладно. В партии встретилась следующая жеребьевка, СД4 до Е5. И после того, как белые побили шашку, ну, в принципе, можно на Ж5 бить, сильнейший вариант. Я побил на Е5. Здесь более острые варианты встречаются, есть возможность победить за черных. Ну, естественно, сильнейший ход за белых здесь АБ4, и затем ЕФ4 со связкой левого фланга черных. Но мой соперник решил сыграть Ж4. А тут же игра АЖ7. Ну, и соперник решает окружать мою позицию, меняться вот таким образом. Ну, в принципе, неплохой план. Здесь мне можно было пойти БЦ5. В принципе, наверное, лучший вариант. Ж6 уже как-то не хочется играть. После размена тут идет окружение позиций белых. Поэтому я сыграл ЖФ6. И после ухода белых на поле А6 вышел на поле Ф4. Ну, кажется, логичный ход. На самом деле это ошибка. И у моего соперника была победа. Но, к счастью, к моему счастью, он ее не нашел. То есть мой соперник пошел АБ4, а у него был выигрыш после хода ФЖ3. То есть что хотят белые. Размен вот таким образом невозможен. Потому что белые отдадут шашку, побьют на Ф4. И затем заберут шашку Д2 черных. То есть так проигрывает. Если играть, допустим, ДЕ5, то после БЦ3 белые грозят отдать шашку С3. Ну и пройти на придамочное поле. Выиграть черных. А ход БЦ5 также невозможен из-за жертвы АБ4. Ну и после вот такого удара, конечно, побеждают только здесь белые. Поэтому мне бы в этой позиции пришлось играть ФЕ5. Далее, возможно, было ЖФ2. Ну, белые грозят напасть на шашку Ф4 с поля Е3. Надо закрываться ходом ЕФ6. После этого белые играют БЦ3. Создали двойную угрозу. И ДЕ3 ход есть с выигрышем шашки. И ход СД4, то есть выбить шашку Е5. Пройти на придамочное поле. То есть после этого хода мне пришлось бы уже играть ФЖ5. Ну, естественно, ЖХ4 нельзя играть из-за ДЦ5 простого. И уже черные окажутся в дамках с победой. Но здесь белые могли разменяться. Вот таким образом и черные попадают в безвыходную ситуацию. То есть шашка проигрывается в любом случае. Если так, то просто ФЖ3. Белые остаются с лишней шашкой. Так, если же играть БА5, то побили, побили, побили. Ну и после хода ДЦ5 белые нападают с поля Д2 на шашку С3. И после вынужденного СД4 у белых, видите, 7 шашек против 6 шашек черных. Победа белых не вызывает сомнений. У белых здоровая лишняя единица. Вот так мог победить мой соперник в партии. Но, к моему счастью, он не заметил этого варианта. В партии последовало АБ4. Ну и здесь я предпочел разменяться вот таким образом. Ну, в эту сторону бить не хочется. Потому что черные развивают свою отсталую шашку. Поэтому белые побили на поле Ф4. Ну и после двойного размена получилась гамбитная позиция. У черных одна шашка на большой дороге, у белых две. В принципе, чуть-чуть переразвитие у черных. Но за счет того, что у белых застряла шашка на поле один, все-таки позиция черных, я считаю, чуть поприятнее. Далее в партии последовало БЦ3, СД6, АЖ3, ДЕ7, ЖФ4, БА5. Ну, оба соперника подтягивают силы к центру. ЕД2, СБ4, ЖФ2, БА7, ФЕ3, АБ6. То есть в этой позиции мой соперник ошибся, он сыграл СД4. И я провел красивую комбинацию. Тем не менее, ничья еще была за белых. Надо было играть ФЖ5. Ну и давайте покажу возможный вариант. То есть мне пришлось бы играть ДЦ5. Далее белым лучше всего играть ЕФ4. Тут уже все форсировано. ФЕ5, АБ2. Разменялись. ДЕ5. Ну, ДЕ3 нельзя, из-за СД4 приходится играть ФЖ3. Черная игра СД4. Тут лучше всего белым сыграть ЕЖФ6. И надо бить именно сюда. То есть назад бить уже проигрывает за черных. Ну и после вот такого ударчика возникает равное окончание. Конечно, тут победить не удаться ни одной из сторон. То есть, в принципе, у моего соперника еще была ничья. Но он снова ошибся. И в итоге мне удалось провести красивую комбинацию. Давайте покажу ее вам. Ну, то есть, повторяю ходы. Здесь он сыграл СД4. Я тут же отреагировал. Играю БЦ3. Ну, вперед бить бесполезно. Черные останутся с лишней шашкой. Приходится бить назад. Далее игра ФЖ7. Пропускаю белых дамки. И жертвую еще 2 шашки. И бью на поле Е1. Ну, оценим создавшееся положение. У черных 3 шашки и дамка. У белых 6 шашек. То есть, 2 лишних шашки. Но, тем не менее, это уже положение за белых проигранное. То есть, ну, как бы белые не играли, у черных выигрыш. То есть, если отдавать шашку, затем как-то пытаться напасть. Напасть в поле Ж5, то черные выиграют вот таким образом. То есть, так играть бесполезно. Если просто нападать, ну, тоже сыграли ЕД2. Побили на поле Д8. Допустим, БЦ3. ДЕ7. СД4. Ну, и тут возможен такой вариант, допустим, HG5. Побили даже на поле С3. Отдали еще одну шашку. Ну, и здесь черные, конечно, не могут помешать белым пройти в дамки. Но куда бы они не поставили дамку, все равно она ловится. И черные выигрывают. Вот таким образом. То есть, в этом положении у черных уже был закономерный выигрыш. В этой позиции мой соперник сыграл ЕД4. И я провел второй удар. Сыграл БЦ5. ФЕ5. И вот так, таким образом, подорвал пункт С1. И дамка побил 4 шашки белых. Ну, и здесь уже понятно, как бы белые не играли, у них проиграно. То есть, мой соперник пошел HG5. Я занял большую дорогу и обрезал шашки белых от похода в дамки. Легко выиграно. Белые еще могли сыграть АБ2. И после хода черной дамки на поле Д8 возникал так называемый тюдный выигрыш штаны или распорка. То есть, белые играют БЦ3. Черные нападают на шашку и загоняют на борта белых. То есть, видите, как штаны получились. Две штанины. Вот такая симпатичная комбинация вчера получилась на турнире. И вторая позиция. Хочу показать вам. Играл в лично командном турнире сильным мастером из Молдавии Денис Дудко. Получилось вот такое продолжение. Здесь я ошибся в этой позиции. Играл черными. У Дениса Дудко оставалось на доске не более 10 секунд. И я решил здесь, что могу победить в этой позиции. Сыграл ЦБ6. И Денис Дудко красиво меня наказал за эту ошибку. Он сыграл СД4. ЕД4. АБ4. И провел вот такой красивый удар. Чем там напоминает удар, который провел я. Ну и, друзья, обратите внимание. Как бы черные не играли, их положение проигранное. В партии я пошел ДЕ5. Ну и после хода ФЖ5. И вынужденные жертвы. Ну, видите, белые грозят подорвать пункт Е7. И выиграть. Приходится жертвовать. Тут как бы белые не побили, у них выигрыш. То есть можно побить и на поле Д8. Но можно побить и на поле Е7. И в этом положении, конечно, у белых выигрыш. То есть как бы черные не играли, у них проигранная позиция. Допустим, пошли сюда, напали. Связали шашки черных. Надо отходить. Связали еще раз. Ну и после вынужденной жертвы белые побеждают. В этой позиции можно было сыграть, в принципе, и по-другому. Можно было пойти. Ну, ДЕ5 бесполезно играть. Белые нападают и затем занимают большую дорогу. Легко выигрывают. Да и ЖФ6 также бесполезно играть. Белые нападают. Если еще раз отходят черные, то еще раз нападают. И опять обрезают черных по большой дороге. То есть приходится закрываться в этом положении. Ну и после хода ДЕ3 белые легко побеждают. Тем не менее, у меня еще была ничья. Позиция интересная. Советую всем запомнить. В этом положении вместо хода ЦБ6 надо, конечно, играть ЖФ6. Ну и после вынужденного размена белых возникает часто встречающаяся позиция. Здесь, в принципе, компьютер показывает несколько ничьих. То есть и после хода ЦБ6 даже есть ничья. И, допустим, БЕ5 есть вот такой выпад. Но мне хочется показать ничью, которая всем многим шашистам известна. То есть, ну, довольно-таки симпатичная тоже комбинационная ничья. ФЖ7 пропускаем в дамки белых. Затем ЕД4 побили. Бьем на поле H2. Обратите внимание, как бы белые не били, все равно черные либо бьют шашку и дамку. То есть, если белые побьют сюда, либо если белые бьют на поле B4, то черные занимают большую дорогу и легко делают ничью. Ну, друзья, есть даже небольшое озеро в Балатовском парке. Утки водятся на озере. Но, к сожалению, сейчас очень мало уточек. Одну только вижу. Но еще на дальнем плане несколько уточек. Так особо больше все, видимо, улетели в теплые края. Можете посмотреть. Тополиный пух летит. Вода вся грязная. Друзья, пожалуйста, есть велопрокат. Пожалуйста. Велики, самокаты, электросамокаты. Есть стояночка. Заезд с улицы. Братьев Игнатовых по шоссе космонавтов, когда едете, вот храм увидите желтый и направо. Там как раз заезд уже на стояночку Балатовского парка. По самому парку, конечно, запрещено ездить на автомобилях. Имейте это в виду. Друзья, еще небольшой анонс. Сегодня на канале Евгения Ивашко, мастера из Украины. Канал называется Вжарий. Ссылочку оставлю в описании этого ролика и закреплю в комментариях. Состоится стрим, посвященный турниру памяти мастера Вайсера. Будет участвовать очень много профессиональных игроков, чемпионов, мастеров спорта, ну и просто любителей. Сейчас уже более 220 человек зарегистрировалось. Так что всем рекомендую тоже посмотреть данный стрим. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. До свидания.